Всех приветствую, вы на канале Седой Инвестор. Сегодняшний ролик будет посвящен теме, такой как стейблкоины. Узнаем, что это такое, какие виды бывают, от каких стейблкоинов лучше избавляться и какие покупать в первую очередь. Заваривайте чаек, присаживайтесь поудобней, а я побежал за кофе. Как вы уже поняли, понятие стейблкоин состоит из двух английских слов. Оно означает стабильная монета, то есть курс зависит не от стандартных факторов, типа новостного фона, доверие пользователей, высказывание лидеров мнений. Самый популярный пример это Илон Маск. Когда-то одного твита хватило, чтобы запампить дочкоин на 27 тысяч процентов. Стейблкоин привязан к одному из активов, к фиатным деньгам, другим криптомонетам или материальным ценностям, типа золота, нефть и остальные полезные ископаемые. У стейблкоина три основные цели. Это платежное средство, инструмент для трейдинга, а также средство сбережения или накопление капитала. Грубо говоря, стейблкоин это симбиоз виртуальных и фиатных денег, обеспечиванием которых служат материальные ценности, валюты, доллары, евро, иена и остальные. Существуют коины, привязанные к золоту, монетам, зависящие от цифровых активов. Зачем же они существуют? Цель разработчиков снизить волатильность традиционных виртуальных денег. Достигается за счет привязки курса стабильности монет к одному из активов с постоянной ценой. Когда пользователь хочет сохранить сбережения, выбирает обеспеченные токены. Для трейдинга лучше волатильные активы по принципу выше риск, больше прибыль. Также стейблкоинами управляет компания, которая их же и выпускает. Она устанавливает процент обеспеченности, но при этом всем есть вероятность манипуляций мошенничества с активами для поддержки курса. Как я говорил ранее, стейблкоин обеспечивается фиатной валютой или другими криптоактивами из соотношений один к одному. Допускается отклонение, но курс сохраняется, пока существует монета. Рыночные колебания, другие факторы, не влияют на цену токена. Все стейблкоины условно можно разделить на 4 основные типа. Фиатные, обеспеченные фиатными валютами, преобладает доллар США, в общем централизованные. К их числу можно отнести USDT, USDC, TUSD и BUSD. А также менее популярные товарные, которые обеспечены биржевыми товарами, среди которых преобладает золото. Также централизованные. Третий вид стейблкоина, криптовалютный. Он обеспечен другими криптоактивами. Основная причина их запуска – желание получить децентрализованный токен, более стабильный по ценовой динамике, чем обычная криптовалюта. Пример, всеми известный токен DAI. И последний вид стейблкоинов – это алгоритмические. Обеспечения нет, децентрализованные, но стабильность цены достигается через алгоритмы управления общим количеством стейблкоина. Аналогично подходу центрального банка к денежной эмиссии. Пример, всеми известные USDT, USDN и FAY. Как по мне, самые ненадежные и самые опасные стейблкоины являются алгоритмические. Все прекрасно помнят крах алгоритмического стейблкоина USDT и высококапитализированного токена LUNA. Это стало настоящим шоком для криптоиндустрии. За считанные дни обесценили сбережения множества пользователей и многомиллионы активов крупных компаний. Незадолго до коллапса, Terra уступала лишь Ethereum. И кстати, что я лично сам понял, не стоит ни в коем случае стейкать стейблкоины. В начале мая, незадолго до краха Terra, процентную ставку по депозитам в Анкор впервые уменьшилась до отметок чуть ниже 18%. Решение было призвано сгладить растущие диспропорции и решить ряд проблем, включая истощение резервов проекта. В ответ пользователи начали массово выводить из протокола активы, что и привело первой отвязке к алгоритмическому стейблкоину. Вся история про спираль смерти уже давным-давно разобрана, не вижу смысла ему солить. Если нужно, могу сделать отдельный ролик. Сегодня у нас другая тема. Так что же, друзья, делать при выборе стейблкоина? Как не потерять свои средства, как с той же терролуной? Лично я для себя сделаю выводы, что больше никогда не буду пользоваться алгоритмическими стейблкоинами. Мне вполне хватает обычных централизированных. Это USDT, BUSD, USDC, а также в меньшем процентном соотношении. И 2 фиат в DAI. Это у нас децентрализованный стейблкоин. Собственно, вот вам и весь список самых надежных активов. Остальными стейблами я не пользуюсь. И не нужно делать акцент на каком-то из них. Диверсифицируйте ваши средства. Раскидывайте свой фиат по разным стейблкоинам. Если прогореть один из них, это лишь малая доля вашего общего бюджета. Вы должны понимать, что даже в стейблкоинах есть риски. Скамануть может все, что угодно. Для этого и существует диверсификация средств, про которую постоянно вам говорю. Ролик получился короткий, но максимально информативный. Если тебе зашел данный формат и я ответил на твои вопросы, пожалуйста, поставь лайк данному видео, а также оставь комментарий. А на сегодня все. Всем до завтра.